Привет, друзья! Сегодня мы заканчиваем писать платье. Писать платье, вернее, заканчиваем платье. Это будут писаться блики на этом платье, чтобы оно больше горело, как шёлк. А шёлк она правильно сказала? Да. Попробуем за эти 20 минут или, может быть, 40 минут создать блики, создать блики, которые дадут платью эффект переломутрового акцента. То есть оценка. Я покажу вам свою палитру тоже сейчас. И, что вы видели, я всегда кладу краски более насыщенно. Потому что я не знаю, какие тона будут разыгрываться. Ну, вы видите мою палитру. Вот сейчас я вам покажу её. Она очень насыщена. Видите, да? Ну, я всегда говорю о том, что кладите пастельные краски. Видите, на моей палитре очень много колорита. Красиво всё проложено. А я не знаю, что я буду пользоваться на самом платье или где. Может быть, я закончу, а может быть и нет. Почему кладутся такие краски? Потому что на таком платье, вот на таком, да, значит, всегда присутствуют акценты разных цветов. Вот я близко прибавил, а потом у меня не будет возможности прибавить это. Сейчас я вам показываю. Видите? Она слегка горит шёлком, но это не закончено. Весь процесс вы увидите при работе, когда я буду писать. Постараюсь слегка придвинуть камеру чуть-чуть вот так. Не важно, что будет видно, не видна голова. Ну вот, в основном, я хочу показать вам, как это работает, как работает шёлк. Значит, мы берём небольшую кисть. Вот, значит, это десятка. Это 10, номер 10, номер 6 и номер 4. Вот три вот таких вот. Если видно, будет пользоваться большой. Иногда я пользуюсь вот такой вот широкой кистью. Сейчас проходит очень интересный процесс. Один из самых интересных процессов, как писать платье. Вот холст уже высох, краски высохли. И прямо по сухому мы будем делать блики. Берём очень много краски и начинаем делать самые светлые тона. И перед вашими глазами будет рождаться уникальный. Просто уникальный. Я называю это бриллиантом. Понимаете? Многие это не понимают. Вот так растереть пальцем. Можно оставить. А потом надо отходить на расстояние. Вот весь процесс, вы видите, всё будет блестеть. Чем смелее мазки, тем лучше. Это она не понимает. Чем смелее вы делаете мазки, тем лучше она получается. Насколько это просто и насколько это эффектно. Смотрите, как это всё хорошо работает. Всё рождается перед вашими глазами. Вот здесь уже холст вам помогает. Сама картина помогает вам. Видите? До этого сделаны линии, и всё начинает работать. И всё прекрасно начинает работать. Можно делать очень постозно, если вам это хочется. Хочется вот так вот прям ударить. Краску прям взять много и ударить. Прям вот так вот. Сильно так вот ударить, чтобы краска была объёмной. Вот чем отличаются фотографии от картины? Многие это не понимают. Фотография размытая, плоская, понимаете? А картина, она объёмная. И видны мазки. Вот так, предположим. Сейчас я вот сделаю вот такой мазок. Вот такой мазок. Видите, как я ударил? Вот. И это остаётся краской. Вот в чём эффект. Это остаётся краской. Вы видите, что это краска. Разница между фотографией. Фотография – это ничто. Понимаете? Фотография – это плоскостная. Смотрите, вот что такое картина. Многие говорят, любая фотография – это те, кто не разбирается. Любая фотография лучше, чем сто раз, чем картина. Они не понимают, что такое картина. Картина – это вот мазок. Вот. Видите? Это мазок. Вот так. Это мазок. Вот такой вот. Видите, какой мазок хороший. Раз. И готово. Вот. Что? Сейчас это превратится в бриллиант. Сейчас это превратится в бриллиант. Я бриллиант называю сам шёлк. Смелее делайте всё. Вот так вот смелее. Какой тип чили. Видите, как рождается. А близко смотришь – это мазок. А ходишь на расстояние – прелесть. А на расстоянии – это становится прелестью. Видите, как просто. Вот работайте, как я это делаю. Смотрите. Вы видели, что свет проходит отсюда. Видите, что значит тень и свет. Чисто белый цвет. Сейчас мы делаем очень сильные удары мазком. Чтобы разгорелось всё. Не бойтесь лишних движений. Смелее. Смелее. А потом всё мы будем тихонечко, пальчиком. Вы уже знаете, как это работает. Я всё вам покажу. Я вам всё покажу. Я вам всё покажу. Я работаю с переводчиком, поэтому я бы вам включил музыку, чтобы вы чувствовали всю прелесть работы. Видите, как я говорю. Я ухожу. Вот я кладу кисть и ухожу. Вот как бы вот так. Видите, вот таким образом. Это самый сильный удар. А потом я буду показывать вам рефлексы. Как они разыгрываются. Как они разыгрываются. Это будет просто прелесть. А потом я буду показывать рефлексы. Как они выглядят. Это будет просто красиво. И так далее. Реф. Как они хорошо вырованы. Как они были так. Не кисть и пожиле. Так. Как я у Vit Но руки решили. Фона спешили. Можно оставить так, потому что на расстоянии это будет гореть, это горит уже у вас. Вы видите, да, как это горит, как вот свет проходит. Но мы же делаем классику, я хочу вам показать все, исключительно все. Наша девушка не переводит нам. Посмотрите, вот какие движения, сильные движения я делаю. А потом я буду делать очень мягко, играя между светом и тенью, и переходить на другие тона. Вот здесь вот у нее сильно разыграно. Раз. Я специально это делаю, бью так сильно. Вот здесь уже надо ниже, надо быть более, уже мягче переходить, потому что там свет уже угасает. У вас есть все нюансы. Вот мы делали все нюансы, и насколько это было просто, вы видели. И сейчас насколько просто. Я просто разыгрываю. У вас есть все нюансы. Вот здесь мы делали все нюансы, и насколько это было просто, вы видели. И сейчас это очень просто. Простые движения. Вот я вам показываю, потому что материал это моя стихия. Не только это. Я очень люблю это. И хочу, чтобы вы научились этому. Понимаете? Я очень люблю это, и я хочу, чтобы вы научились это. Смотрите, как это прекрасно. Я уже здесь краску не кладу. Просто я уже начинаю давать свет на самом материале. Постепенно будем переходить туда и сюда. Постепенно. А свет будет в центре над. Смотрите, как палец разыгрывается. Вот сейчас я сделаю что-то такое, да? И вы сейчас увидите. Как палец будет, и кисть, и палец будет вам придавать эффект, эффект того, что мы делаем. Мы будем дать вам эффект, эффект того, что мы делаем. Самые сильные удары, которые надо сделать в таком... Покажите.